Надо, чтобы правильно работало пламя, надо, чтобы правильно распределялись температуры. На каждом участке здесь есть тысяча нюансов. Он выбрал нашу кладочную смесь, кироход, смесью, на которой, собственно, и будут соревноваться профессиональные печники. Всем доброго дня, с вами компания Печной Мир. Всем привет. Продолжаем рубрику о наших проверенных партнерах, с кем мы работаем, показываем, как производится этот продукт. Сегодня мы приехали в компанию Терракот. С нами Ротман Илья, коммерческий директор, который нас проведет по производству, ознакомит с ней, покажет, как все это производится. То есть это смеси плитка. Приветствую, Илья. Здравствуй, Максим. Рад приветствовать вас на зауральской земле. Спасибо, спасибо. Ну что ж, займемся делом? Да, долго мы до вас ехали, вот добрались. Но путь у вас не близкий. Займемся делом, не будем откладывать все в долгий ящик. Ладно, все, идем на производство. Сейчас мы находимся на участке подготовки. Приготовление глиномассы, да, где она готовится, собственно, путем смешивания готового глинопорошка с водой, перемешивания. Дальше подается для уплотнения, первичного уплотнения уже. Откуда она уже смоченная, влажная. Да, она смоченная и влажная, подается по наклонному транспортеру вот в этот агрегат, где она уплотняется, у нее перераспределяется влага до ровных состояний, чтобы не было один бок потуже, другой бок послабее. И поползла уже непосредственно на экструдер, на вакуум-пресс. Это вакуум-пресс, экструдер и, собственно, головка, фильера, которая формует из подготовленной глины, уплотняет ее и формирует из нее брус. Дальше этот брус заходит в камеру мультиколор, здесь на него, для тех коллекций, по которым предусмотрено нанесение ангобов и прочих декоративных каких-то эффектов визуальных, здесь-то отрабатывается. Здесь четыре головки мультиколор, они окрашивают брус в нужный цвет, с нужной интенсивностью, с нужной импульсностью, то есть пятнами, градиентными. Вот эта установка. Это итальянская установка. В данном случае мы делаем коллекцию плату гладкую, поэтому никакой рельеф здесь не накатывается. По линии стоит модуль, на котором наносятся твердые частицы на плитку. Это для тех коллекций, где предусмотрена посыпка, декоративные посыпки. Вот он, это стебли-драй. Насадывает, окрашивает, сыпет. А цена плитки меняется, когда все добавляются? Конечно. То есть за счет технологий, да, то, что... Да. Это просто прямые затраты. Мы тратим материалы, мы тратим энергию на это. Выбраковка другая. Ну, это обыкновенный резчик, который режет брус. Казалось бы, все очень обыкновенно, но брус нужно резать так, чтобы, во-первых, рез был ровный, а не трапециедальный. Во-вторых, чтобы нарезка производилась точно до миллиметра, потому что она после усадки должна попасть в год, эта плитка. А сколько год, сколько он двигается? В нашем случае по длине плюс-минус 4 миллиметра. 4? Да. В нашем случае, с нашей длиной. Ну, вот, собственно, пошла заготовка. Вот в таком виде она уже выходит после резки. Дальше она концентрируется на специальных планках, которые укладываются на этажерки для дальнейшей их перевозки в сушилку. Производство схожее с производством кирпича. Все, наверное, уже по нашим видео увидели, что везде есть такие сырцы, которые так же гнутся. А вообще, получается, плитка, ну, это мы уже немного говорили, что из одного бруска из такого мы получаем две плитки. Жарковато тут, да? Да, что он потом ломается. У нас обе стороны получаются рабочими. Очень пластичная, блин, я. Прямо как пластилин. Здесь уже формируется группа, чтобы в сушилку это все совместно взошло. Жарко? Жарко, жарко. Конечно, на улице жарко. Брус горячий, сушилка открыта. Но это такое производство. Температуру так же с печи снимают и сюда запускают, да? Да, 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 конечно, здесь рекуперация идет, да. Забирают тепло. Там очень такая сложная система заслонок. Воздух, он смешивается с атмосферным. Зимой атмосферно холоднее. Во-вторых, здесь нужно очень четко удерживать нужную температуру и скорость движения воздуха. Вот это тоже как раз те знания, которые наши... Ну, это вот, конечно, это все... Это на любом кирпичном заводе разрабатывается климат сушильных камер. Климат сушилок. Он всегда подбирается под размер кирпича, толщину стенки, массу кирпича. Ну, то есть тут очень много параметров. На каждом участке здесь есть тысяча нюансов. На каждом. И вот это все должно управляться заслонками. Смешивание воздуха, горячего с холодным. Интенсивность его подачи, прекращение подачи. Это автоматически. Конечно, конечно. Это все умные системы. Хоть это и выглядит так, ну, серенько, да, и все прочее. Это управляется мощной сборкой такой модульной искусственного интеллекта. После того, как плитка у нас была просушена, выкатывается она из сушильных камер и перекладывается специальным образом, укладывается на вагонетки для обжига. Вот в таком виде, собственно, плитка. Впоследствии будет закатываться целая вагонетка в обжиговую печь. То есть здесь все промежуточки, чтобы температура... Это все тоже выверено. Надо, чтобы правильно работало пламя, надо, чтобы правильно распределялись температуры. Нужно, чтобы нижняя часть и верхняя часть, в общем, получали одинаковое или максимально близкое количество тепловой энергии в единицу времени, чтобы избежать недожогов, пережогов и каких-то отклонений по свету. А вообще она уже здесь полностью обезвлажена, то есть... Все, у нее здесь влажность ноль. Вот, кстати, плиточка, на которую был нанесен рельеф, на которую нанесен черный ангоп. Она просушена и готова к обжигу. Вот так формуется угловой элемент. После того, как он будет обожжен... Уж еще получается из-за дна? Один, да. Он будет обламываться вот по этой шпильке. И вот так он тоже будет обламываться. И получится вот такой угловой элемент. А вот эта часть, она уйдет на дробление. И потом обратно... У нас закрытая технология. Мы работаем практически без выбросов во внешнюю среду. Из этого мы будем делать потом шамот для огнеупоров. Печь прерывистого действия. Закатили, поднимаем температуру, удерживаем температуру, снижаем температуру, выкатываем. В этом есть определенный плюс. Для того, чтобы, например, делать разную плитку, да, каких-то небольших объемов, ты не можешь делать это в тоннеле, потому что там единый режим. А здесь, пожалуйста, 500 квадратов отдельно. А по-разному, как это деление, вся плитка в одном режиме греется или в разных... Мы сейчас унифицировали все садки таким образом, что все работает в едином режиме, в одинаковом. Но если в перспективе, все равно надо смотреть в перспективу. Мы получим какой-то уникальный запрос, то мы способны это делать в отличие от тоннеля. На тоннеле это практически невозможно. Температуру меняют регулировать. Мы можем менять все. И температуру, и скорость. Тоже же не просто температура. Очень важна динамика набора, динамика снижения. Будешь набирать слишком резко, получишь полностью брак. Будешь снижать слишком резко, полностью брак. Это все очень тонкие настройки. Вот столы, где все упаковывается в страф-ленту. В итоге получается вот такая упаковка со страф-лентами. Но это угловые элементы. Ну, либо прямая вот такая упаковочка аккуратненькая. Да, вот на этом участке все упаковывается. Но вообще доходит нормально, по крайней мере, из того, что получали. Она хорошо едет. И, как нам кажется, очень удобный формат. То есть вот, уже готовый угловой элемент. Здесь уже ребята досекают. Ну, и потом вот это обтачивать. Еще подтачивать? Да. Соборозно на жаке. А надо вообще это делать? Ну, она проще. На упаковке просто, когда ее рот сбывает, корято. Так-то она бы не мешает. Ну, то, что можно при работе, можно пораниться. Да. И ее обтачивать. Вот тут шовчик, и все, и все красиво. Все классно. Прямой элемент и угловой. Также хотел бы сказать, что терракот производит не только плитку, но и смеси. Вот сейчас мы как раз с Ильей пройдем на производство смесей. И посмотрим, как они производят. Сушка песка, сушка глины. То есть тут подготовка? Да, сюда все завозится. Ну, такой, с буртов. Карьерный песок, карьерная глина. И вот здесь вот начинается первичный процесс. Первое, что нам нужно сделать, это убрать влагу. Сушим. А здесь сушить в одном марабане песок и глина? Нет, нет, конечно. Нет, отдельно глина, отдельно песок сушится. Здесь, соответственно, рассевы стоят, которые фракционируют песок на крупную фракцию, мелкую фракцию. Ну, вот, собственно, здесь стоят две установки, миксирующих и дозирующих. Вот верхняя часть – это миксер. Вот эти все двигатели с наклонных шнековых транспортеров. Поднимаются ингредиенты, засыпаются в нужном количестве. Все это стоит на тензодатчиках, чтобы сразу отмеривалась нужная навеска. Засыпаются туда микродобавки. Все миксируется. И дальше пошла уже фасовка. Эта линия чуть помощнее. Это одна из первых линий. А пропорции как вы являетесь, допустим? Ну, это была в свое время, конечно, большая работа. К ней подключались и такие научные деятели, когда мы разрабатывали саму рецептуру. Песчинки тестировали? Да, да, да. Это было больше 10 лет назад, когда мы так только-только начали этим заниматься. Конечно, очень много мнений мы выслушали. Потом впоследствии мы ездили ежегодно на Вече, печное Вече, там, Нижний Новгород. Там делились мнениями с нами печники. Мы еще какие-то улучшения проводили, чуть-чуть модифицировали. И итогом-то стало то, что нашу кладочную смесь, организационный комитет WorldSkills Russia, это такой отраслевой конкурс по компетенции печное дело. Он выбрал нашу кладочную смесь Терракот смесью, на которой, собственно, и будут соревноваться профессиональные печники. Это тоже о многом говорит, ну, в первую очередь о том, что она признана именно профессиональным сообществом. Она очень нравится печникам, поэтому и соревнования проводились именно с использованием этой смеси. Ну, вот такой получился у нас обзор компании Терракот. С Терракотом мы работаем давно, дружим, общаемся. Ну, и хотелось бы также увидеть еще что-нибудь новое, разработки, чтобы они как раз приводили к улучшению работы печникам, к качеству глин, смесей. Ну, да, процесс совершенствования, он бесконечный, как известно. Благодарим вас за теплое, настоящее, плодотворное сотрудничество. Всегда ждем в гости, наши двери открыты. Всех благ. Спасибо, что показал, познакомил с производством. Спасибо. Ладно, все, всем пока, ставим лайки, подписываемся на канал. Ваш печной мир. Пока.